Сахарный диабет первого типа. Диагностировали маленькой Лене в четвертом классе. Все обнаружилось после лечения в больнице. Диагноз неизлечимой болезни из уст врача тогда звучал как приговор. Вообще был шок, потому что понятие о диабете было малейшее. Как бы дедушка болел, я понимала, что сладкого мне уже нельзя будет. И отвезли в Брест в больницу. Правда, врач мне тогда не сказал, что это навсегда. Я была почему-то уверена, что это все счастье закончится. Я приеду домой, я объем всяких вкусняшек. Но, к сожалению, так не вышло. Со временем девушка сумела взять болезнь под тотальный контроль. Сегодня она утверждает, что жить с диабетом можно полноценно и комфортно. Главное, строгий и правильный режим питания и постоянный контроль сахара в крови. С этим ей помогает содержимое сумочки, глюкометр, инсулин, шприц ручки. Одной капли крови, нанесенной на специальную пластину, достаточно, чтобы узнать уровень сахара. Такую процедуру девушка проводит 10 раз в день. К чему-то она приходится привыкать. Кто-то привыкает к режиму работы, к службе, а также привыкаешь и к этому. То есть колешь инсулин, считаешь хлеб на единицы, стараешься держать какую-то там рамку для себя, что ты должен быть здоровым, сильным, потому что хочется, чтобы и семья была рядом, чтобы ребенок рос здоровым, чтобы все было хорошо. С этим нужно просто научиться жить. Если к этому относиться спокойно, уравновешенно, то тогда все будет хорошо. Потому что если человек знает, что он делает и ради чего он это делает, то у него все получится. Сегодня в мире около полумиллиарда пациентов диабетиков. Врачи говорят, сахарная болезнь – настоящая пандемия. С каждым годом количество пациентов увеличивается. На данный момент в Беларуси проживает 350 тысяч человек с диабетом. В Брестской области 50 тысяч из них, 5 тысяч страдают диабетом первого типа. Они вынуждены вводить инсулин ежедневно по несколько раз. Среди них 300 детей. Дети с сахарным диабетом вынуждены вводить до 6 раз инъекции инсулина. И около 5 раз контролировать глюкозу крови. Вот это важно, да. И ситуации могут быть разные. Дети уходят в школу, там нужен тоже необходимый контроль за ними. Вся ответственность лежит на семью. Семья должна помогать этому ребенку, помогать ему, управляясь сахарным диабетом. Если пациент будет абсолютно обучен и семья будет обучена, как действовать при разных ситуациях, то все будет хорошо. Не менее серьезной медико-социальной проблемой 21 века, которая тесно связана с образом жизни человека, является диабет второго типа. Доказано, что если у человека просто повышенная масса тела, то риск диабета повышается в 8 раз. А если это ожирение, то риск развития диабета повышается в 40 раз. То есть практически каждый четвертый потенциальный диабетик. Сегодня в Бресте в рамках Всемирного дня борьбы с диабетом были организованы консультации по телефону горячей линии, а также работы передвижных медицинских комплексов. На площадках трех торговых объектов можно было проверить уровень глюкозы крови, индекс массы тела, пройти экспресс-диагностику показателей холестеринового обмена. Измерила давление, сейчас еще измерю сахар крови, так что все нормально, меня все устраивает, большое спасибо. Времени на врачей не хватает на поликлинику, а сюда постоянно хожу. Жажда о частой мочеиспускании, быстро утомляемость – это первые симптомы сахарной болезни. Расхожее, но ошибочное мнение о том, что вес человека с возраста может увеличиваться, он должен всегда оставаться в пределах нормы. Правильный рацион, отказ от вредных привычек и активная физическая деятельность были и остаются основными методами профилактики сахарного диабета.